И снова здравствуйте дорогие любители компьютерных игр мы продолжаем проходить ассасинской 4 black flag прошлой серии мы изучали красоту подводных пещер капитан на мостике также собирали всякие полезности в этих пещерах ну и собственно убивали контрабандистов их лагерях а в этой пойдем по основному заданию наша галка видимо тоже классу шхуна скорее всего принадлежит у нас что такое а фрегат класс фрегат хотя с легкостью уже валю как и фрегаты так и линкоры не за горами те серии когда мы начнем уже воевать с легендарными кораблями интересный островок с майянской пирамидой так вот народе с мне нужно марселя и труселя спасай ноги дамы поймаем ветер отдаем паруса отдать грудь вверх ух ты какая красота а мы их еще и убиваем так ну собственно вот у нас основе задания кто у нас здесь брик бродяга так необходимо лучше галку прежде чем выполнять задание хотя и разрешают с таким прогрессом значит течь погиб проклятие их было больше я не пробился он был сущий дьявол а вот душа металась сложно отбросить тот чем жил раньше да мой отец любил побрюзжать что хочет купить собственный корабль я буду капером вот увидишь чарли твой старик будет капитаном но пошел на дно бочки с виски так генуэй я тут думал про твой план про эту обсерваторию а вдруг это байки есть одно судно работорговцев на его борту некий робертс он отведет нас они работают на королевскую африканскую компанию что ж найдем корабль расспросим найдите корабль королевской африканской компании ищем работорговцев королевская африканская компания не задумал ли ты торговать рабами нет проклятие что за вздор ты несешь нам нужна информация надо выяснить где принцесса стоит на прикоре принцесса с рабами черная борода сказал там можно найти мудреца да да блин сколько же здесь патрулей то капитан воин потопил торговую шходу вот чёрт так трудно держаться условленного курса мой правильно нифига не без шныряют время погодка не к черту дай мы все ближе капитан слева по борту там воде человек сэр так а там на 100 фрегат вас третье уровне конкистадор болевчу пойдем в лоб ему что-ли ты везде враг сэр как бы палит это из возможных точно призлад все приказание столкновение разобьете корабль гоной убавить врусованок добыча ван с окружан хороший зал попали сэр сэр в бою готов сэр и предлагаю его портажировать иначе такая добыча пропадется зря отдать гроты оглохли еще парусов паруса бросок спустить брамселя и бомбрамселя крепче живее живее так вражеские лазут лазутчики пятнадцать человек команды жалко лазутчиков не могу фэнкона дотянуть снес нафиг ядром по морде снес нафиг ядром по морде и 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 ты запарил а ты лезешь в драку там мужики дерутся вообще да давай залазь но экипаж умрет со скоростью мух и а и а и 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 зак bro tip свободен так галка починить ну давайте починим галку терси Так, где же нам найти этот корабль-то? Африканская компания. Не затопи корабль Кэмой, на его борту сотни невинных дождь. Знаю, знаю. А что у нас с ним делать? Просто на абордаж? Эти твари так и бросятся на гарпон! Так, подожди. У нас фрегант. Может быть, ставят проблему. Пли! Роты по месту угнули! Они убирают, капитан! Болваны! А что, не надо было, что ли? Пли! Салп! Не вышло! Пли! Готовый, сэр! Чёртов, капитан Вейн! Он решил потратить все ядра. Так и корабль не топить не голко. А, Вейн у нас слева. Боя готов, сэр! Пли! 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 Чё за время я не понял. Догоним их, Кенуэй! Убью тех, кто затопил мой корабль. Спокойно, друг. Помни об истинной цели. Нужен верный расчёт. Тогда этот форт... Удачная позиция! Только скажите как! Твою мать! Кто пришёл к нам в гости? Они уязвимы здесь! Надо бить! Залп! При! При! За добычей быстро и тащим их! Офигеть! Те сразу исчезли, да? Высаживаемся! Найди капитана! Запас пороха. 15 человек. Команда. Пушки и сталь, кромчик, криков и плевков. У меня всего порядком! Найди капитана! Найди капитан! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не понял... Он нас предал, что ли, реально? Этот Джек похож на Джека Воробья. Я тебе брюхо вспорю, а потом я вытащу твои кишки и натяну на людню вместо чёртовых струн! Хватит тебе скулить, Вейн! Толку никакого! Ну-ну! Бесстрашный Эдвард Кенуэй! Малю, капитан, скажите, как нам спастись? А может вы столь ловки, что сможете управлять лодкой без руля и паруса? Закрой пасть, Вейн! Оставили, короче, их на разбитом корабле. Используйте орудия в форте, чтобы подпить корабль. То есть форт наш за нас, да, был? Интересно, я даже не заметил этих моментов. Многие моменты как-то проходят мимо меня. Потом на видео смотрю повторно и улавливаю это всё. Опять мы на каком-то островке. Как в самом начале. Не двигайся! Этих устриц я заберу себе. Ты безумец! На острове полно еды, стоит только глаза разуть! А я разум омух. И вот что нашёл. Фу, устрица, гадость такая. Прочь! Пошёл прочь! Слышишь? Не смей меня искать! Где-то мы это уже видели. Точно, безумец. Освежу эти животных три. Интересно, на каком острове. Сиронилья. А, мы ещё не открыли эту область. Ладно. Мо! Мо! Этот остров, видимо, необитаем, раз они настолько одичали, что готовы сожрать друг друга. Турочка у нас где-то здесь. А не достаточно давно здесь, да, Эдвард уже оброс щетиной, но и не щетиной уже полноценной бородой. Так, вторая часть. Первые мысли о моем состоянии. С самого моего рождения родители и соседи подмечали, что желания и привычки у меня страннее, чем у прочих. Глаза мои имели не сходный цвет и размер. Обращая на себя внимание, оттого многие задавали вопросы и пугались. Но и поведение мое также было странное. Я нередко употреблял жесты и делал движения самые таинственные, и знаки коих значения мои родители не могли разгадать. Говорили так же, будто я не плакал и не кричал, каковое поведение весьма странно для младенца, хоть моя мать, верно, была с ним довольна. К исходу первого года я уже овладел даром речи. Мои первые слова были «любовь моя» и «возлюбленная». Родители сочлись ее добрым знаком крепкого ума, но вряд ли были довольны выбором всех слов. Их тревоги были не напрасны, ибо к двум летам, когда я должен был звать всех славных пастырей батюшкой и матушкой, я стал звать их Элизабет и Томас. Странная речь для ребенка, но что ее сказать. Однако, так я пожелал, и вплоть до отрочества так и поступал далее. Надо будет как-нибудь целиком это все прочитать, как-то оно не очень понятно. В контексте, думаю, будет весьма-весьма. Так, куда поделался этот сумасшедший? Песенки поют. Песенки поют. Песенки поют. здесь больше ничего у нас нету по пути назад вроде больше ничего нету обманывай безмозглых рыбаков кенуэй это мой остров не хочешь поговорить вейн ведешь себя как безумный а по мне так нет ничего безумного в желании выжить к чему это ссора болван давай решим все по-людски голова раскалывается твоего нытья уходи оставь же меня в покое тогда перестань воровать мою еду и воду сам ищи заплатишь кровью тогда успокоюсь из-за тебя мы стали искать работорговцев из-за тебя ну и собственно мой тоже вот ну нам бы с тобой объединиться он прыгнул да так здесь мы ничего не оставили сундук где-то справа да он просто с 5 будешь если у него есть пистолет и чем не охотиться вместе на всякую живность крокодилов блин крокодил бы не упасть кого-то отстреливать задумался он так послышалось что ли я предупреждал я нашел ружья и бомбы боже вейн можно же охотиться вот и поохочусь до крыш поехала так схватите вейна ну будешь стрелять нет крокодила не вносит случаем стрелять по мне не хочет ну не хочет как хочет нашим легче о да конечно в принципе для нас не проблема ничего здесь не пробежали не замолчишь придется убить тебя вейн где-то здесь карта сокровищ кошечка так что мне не нравится на бочка так и знала там еще одна лежит сокровищ нас там что же делать как же быть что же делать как же быть да так чтобы крокодил у нас не стало так но местность в общем то незнакомая но я уверен мы найдем я уверен мы найдем все сокровища которые здесь присутствуют так еще одна кошечка что достать не можешь меня да здесь какая-то не очень удобная позиция для охоты подобных животных так хотя возможно она сейчас меня не видит видит ничего сделать не может нет 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 ты дурак залазь залазь она не даст мне пройти она не даст мне пройти а он и и и убежал нет ни хрена не убежала так теперь мы можем дротики до сделать дротик снотворный тротик погружает цель в сон на 20 дополнительных секунд отлично у нас тут нет к сожалению так бы охота удавалось еще лучше а куда забрался живем отсюда выберется лишь один из нас от родия я не желаю ходить по морям где снуют подлецей вроде тебя ты чё подлецей черте подлого то сделал предложил делать и сам подписался сам себя вини убить да ты чё будешь делать от меня не уйти так там даже прятаться нигде от меня не уйти тут он вроде меня не достает разве что гранатами еще не сдох на тебе не скрыться к неужели нельзя залезть я тебя разборжу блин еще одна стела майя да понятно же что вон там можно залезть почему нельзя тебе не скрыться кенуэй еще не сдох на почему почему я могу здесь залезть катись дьяволу ножка то изнутри может как то с тыльной стороны можно было залезть я тебя разборжу блин жалко не хочу убивать придурка видимо придется еще не сдох на от тебя мокрое место останется кенуэй тебе не скрыться кенуэй а тебе хана да чтоб тебе гореть в аду вейн вот слюнтяй доделать дело и то не смог черт подери и это моя награда за веру в людей думал остолоп что такую корабельную крысу можно урезонить может хорни голды прав миру нужны чистолюбивые люди чтобы такие как ты все не испортили или тебе просто не хватает духу жить без сожалений окажешься в аду не жди меня я задержусь это галка достижение без руля витрил достижение без руля витрил следующая о мая 1719 года в одиночку смог увезти шхуну ловкий ход капитан как и отнять мой брик у того и не Братья, я ваш должник. Этот пронырый два месяца не продержал твой корабль, как приполз в Насау за королевским помилованием. Ну так пришлось. Этот Роджерс повис на мне, как пес. Помолчи, Рэгхэм. Что теперь? Как прежде, в погоню за богатством? Да, и я близко. Говорят, мудрец отплывает из Кингстона на корабле принцесса. Твой бы талант, да во благо, Кенуэй. Ищи мудреца с нами. Не по душе мне это ваша мистика, Мэри. Хочу лучшей жизни. Лёгкой. Честно мне дано лёгкой жизни, Эдвард. Поверь мне, от неё одни лишь только беды. Так, Рэгхэм. Пора в отставку. Ну что ж, давайте на этом закончим. На тот необитаемый остров мы обязательно вернёмся. Там у нас осталась стела Майя, да и всяких лишняков полно. Всем желаю всего доброго. Подпишитесь на канал, если вы ещё не подписаны. Ставьте большой палец вверх и комментируйте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok